МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В области и насколько это эффективно? Двое в одно кресло. За какую должность в немецком правительстве разгорелась нешуточная борьба и чем закончилась партийная схватка? На грани войны Израиль нанес авиаудар по военным объектам Сирии. Возможно ли эскалация и что страны предпринимают, чтобы ее не допустить? В зоне АТО за минувшие сутки получил ранение один военнослужащий. Боевики традиционно активизировались ночью. Из пехотного вооружения наемники вели огонь по защитникам на Светлодарской дуге, а также в районе Новоалександровки. Из минометов били по позициям пехотинцев в районе Новгородского. Минами 82-го калибра в течение часа боевики засыпали наши позиции в районе села Луганское на Дебальцевском направлении. Также с утра в штабе АТО отметили относительное затяжье на других участках фронта. На Донецком направлении противник за светлой передовой взялся до обстрелив позиции украинских защитников с минометов разных калибров до кола писков. В целом, в прошлой неделе зафиксировано 11 порушений режима пропиления огонь. Від початку доби зафиксировано один обстрел позиции украинских защитников с боку российско-коопаційных войск. На Луганском направлении противник с 82-мм минометов та гранатометов разных видов. Понад годину ввели в огонь по опорных пунктах сил антитеррористической операции в районе населенного пункта Луганске. Гарантом мира на Донбассе может стать миротворческая миссия ООН. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил президент. Петр Порошенко выразил уверенность, что голубые каски обеспечат выполнение режима прекращения огня и помогут в разоружении незаконных формирований. Кроме того, их присутствие позволит закрыть участок границы между Украиной и Россией, который сейчас не контролируется. Я уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разброения незаконных оружийных формирований, стимулировать выведение, выведение российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие кордона неконтролированной территории. Напомню, уже на следующей неделе Петр Порошенко обсудит тему миротворческой миссии на Донбассе с канцеляром Германии Ангелой Меркель. 16 февраля представители так называемой нормандской четверки Франции, Германии, Украины и России встретятся на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Израиль на грани войны с Сирией. Накануне один из израильских самолетов сбило сирийское ПВО. В ответ Израиль начал массированные бомбардировки сирийских военных объектов. Все подробности у Сергея Услендера. Все началось с того, что израильские системы наблюдения засекли беспилотник, который взлетел с одной из сирийских баз. Когда он оказался в воздушном пространстве Израиля, боевой вертолет уничтожил его. Радиоэлектронная разведка быстро установила место, где находился пункт управления, и туда отправили боевые самолеты. Третья цель подтверждаю. Огонь. Цель поражена. Дальше события начали развиваться стремительно. Сирийское ПВО открыло массированный огонь ракетами по израильским самолетам. 1F-16 был тяжело поврежден, но пилоты сумели дотянуть до границы и катапультировались над своей территорией. Машина упала вблизи одного из поселков. Пилоты ранены, но оба живы и сейчас в больнице. Прикрывавшие атакующих самолеты уничтожили несколько позиций ПВО и саму базу. Беспилотник и система управления оказались иранскими. Их обслуживали офицеры корпуса стражи Исламской революции. ВВС Израиля нанесли серию мощных ударов по иранским военным объектам в Сирии. В ответ на северные районы Израиля полетели ракеты. Там сработали системы воздушной тревоги. Израиль обратился к России с просьбой вмешаться и не допустить эскалации. Но Москва ответила в том духе, что нужно уважать суверенитет Сирии и призвала к сдержанности. Израиль не раз предупреждал, что иранское присутствие в этой стране обязательно закончится плохо, что Тегеран попытается спровоцировать конфликт. По данным Института национальной безопасности Израиля, Москва сейчас оказывает сильнейшее давление на Иран, чтобы не допустить разрастания боевых действий. Тем временем на севере Израиля срочно проверяют и открывают бомбоубежище. Часть воздушного пространства Израиля закрыта, чтобы создать особый коридор для военной авиации. В аэропорту задержки рейсов. В северном военном округе отменены отпуска и увольнительные. Идет срочная переброска армейских частей границы с Сирией и Ливаном. Тегеран по традиции обещает Израилю открыть врата ада. Сирия грозит еще более серьезными мерами. Иерусалим отвечает, при любой попытке атаковать территорию еврейского государства, ответ будет сокрушительным. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Потери понесла турецкая армия в Сирии. Боевики сбили военный вертолет, оба пилота погибли. Они принимали участие в боевой операции «Оливковая ветвь». О причастности к случившемуся заявляют курдские боевики. Они выложили в сеть видео падения машины. Напомню, с конца января Турция проводит в регионе антитеррористическую операцию против курдских формирований. На сегодня нейтрализовано уже 1141 террориста. Один наш вертолет сбили. Конечно, такое случается. Это война. У нас есть погибшие, но и мы заставляем противника нести потери. Они заплатят высокую цену. Не все потеряно. Польша надеется на разрешение исторического спора с Украиной в ближайшее время. Как заявил министр иностранных дел Яцек Чепутович, Варшава получила из Киева подтверждение встречи вице-премьера в двух странах. Павел Розенко на следующей неделе посетит Варшаву на переговорах. Поднимут вопрос о скандальной поправке к польскому закону об институте национальной памяти, которая вызвала возмущение не только Украины, но и Израиля, и США. Между премьером и президентом украинцы оказались на втором месте в рейтинге тех, кто в прошлом году больше всего повлиял на польскую экономику. Список из 50 пунктов составила польская газета «Правно». При этом на первом месте премьер Матеуш Моровецкий, а на третьем Андрей Дуда. По данным издания, в прошлом году украинские зарабетчане получили 1,7 млн временных разрешений на работу. Это втрое больше, чем в 2014-м. Украинцы работают в Польше не только в сельском хозяйстве, но и почти во всех сферах экономики. Трагедия в Киеве. В очереди на маршрутку убили человека. В Днепровском районе на остановке возле метро Черниговска один из пассажиров сделал замечание желающему пройти в салон без очереди. Тот в ответ достал нож и ударил его прямо в сердце. Свидетели вызвали скорую, но ранение было смертельным. Нападавшего быстро нашли по дороге. На место вызова полиция получила ориентировку, как он выглядел и куда направился. По данным СМИ, после задержания он якобы признал свою вину. Сейчас в деле разбираются следователи. В Донецкой области полицейский застрелил гражданского 48-летнего жителя Часового Яра. Во время ссоры, возникшей на бытовом уровне, правоохранитель применил табельное оружие. Об этом сообщили в штабе АТО. Позже инцидент с участием своего сотрудника подтвердили в нацполиции Донецкой области. Стрелявший инспектор штаба батальона Днепр-1. Город прибыл в составе подкрепления. На момент стрельбы был не при исполнении служебных обязанностей. Мужчину задержали. Ему инкриминирует умышленное убийство. На первом этапе реконструкции центрального моста в Днепре отмыли более 10 миллионов гривен. Сумму назвали в прокуратуре. Там проверяли, куда были потрачены выделенные генподрядчику деньги. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Подробнее Елена Миндалюк. Реконструкция центрального моста в Днепре началась в марте прошлого года. Все работы оценили почти в 250 миллионов гривен. Генеральный подрядчик получил аванс – 73 миллиона. Все деньги освоены. Ремонтники успели проложить только временное покрытие, установить отбойник, обустроили пешеходную зону. Но далеко не все деньги пошли по назначению, заявляет в областном прокуратуре. Следователи заказали у Киевского института экспертизы. Было установлено невидоповедность качества марки и виду бетона, который использовался при выготовлении залезобетонных конструкций. Была установлена невидоповедность проектно-кошторственной документации металловых швелерей, которые закладывались в указанных залезобетонных конструкциях. Правоохранители сообщают, на закупках материалов подрядчикам удалось украсть больше 10 миллионов гривен. Для этого были созданы подставные фирмы. На их счета переводились деньги якобы за оплату товара, потом эти суммы обналичивались. Сообщение о подозрении уже вручили директору компании генподрядчика и субподрядчика. Свою причастность к махинациям с бюджетными деньгами те отрицают. Установлены директора этих фиктивных предприятий, которые были заданы, и дали показы, что они никакого отношения к этих предприятиям не имеют. И за значенные деньги тоже не распоряжались. Счета фирм пока не арестованы. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым. В Горсовете не отрицают. Замечания к подрядчику есть и у них. Но только к срокам выполнения работ. К качеству выполненных работ по состоянию на сегодняшний день у нас претензий к подрядчику нет. Именно по качеству. Реконструкция моста надолго запомнится горожанам из-за череды скандалов. Интересные подробности всплывали на протяжении всего времени, пока шли ремонтные работы. Об отмывании денег и непрозрачности тендер аналитики и депутаты заявляли с самого начала. У нас в прошлом году тендер прошел на более чем 170 миллионов. При этом, если смотреть тендеры на документацию, то есть там многих документов нету, либо они неоднозначны. Такие крупные суммы из городского бюджета, такие резонансные вещи должны быть под контролем не только УБЭП, а всех правоохранительных органов. Новая волна возмущения вспыхнула, когда к реконструкции привлекли солдат срочной службы. Подрядчик не успевал в декабрю закончить ремонт полностью, и военных привлекли, чтобы ускорить работы. Но и это не помогло. Реконструкцию приостановили на зимнее время. Уже в марте работы должны возобновиться. Кто будет заканчивать реконструкцию центрального моста? Все тот же генподрядчик, обвиняемый в финансовых махинациях, или выберут нового? Пока неизвестно. Елена Миндалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. На Волыни на взятки в 3000 долларов попался сотрудник СБУ. Как сообщили в военной прокуратуре западного региона Украины, майор главного управления военной контрразведки с тремя подельниками вымогали деньги у представителя одного из предприятий в обмен на то, чтобы не мешать его деятельности. Майора задержали с поличным во время получения денег. У фигурантов дела по месту жительства и работы прошли обыски. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В Одесской области на взятки погорел председатель сельсовета одного из сел Татарбунарского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным следствия, от местного бизнесмена чиновник вымогал 8 тысяч долларов. Взамен обещал посодействовать в выделении земельного участка на территории села. Предприниматель собирался открыть там газовую автозаправку. Бизнесмен обратился к правоохранителям. При получении денег председателя задержали. В Кропивницком жилом доме взорвался газ. Взрыв прогремел в половине пятого утра в одноэтажном жилом доме. Возгорание не произошло, но взрывной волной выбило стекла в окнах, разрушены несущие стены. Пострадал 43-летний мужчина. Он госпитализирован с ожогами. Еще семерых жильцов эвакуировали спасатели. Причину взрыва сейчас устанавливают. Отныне патрулировать государственную границу будут не только пограничники, но и нацгвардия. В Черновицкой области стартовал проект оперативной отработки на украинско-румынском кордоне. Как работаешь о военном и успели ли уже поймать контрабандистов, выясняли наши корреспонденты. Село Селятин не только самый холодный населенный пункт на Буковине. Средняя годовая температура всего около 6 градусов. Именно здесь, в горах, полным ходом процветает контрабанда. Ведь до украинско-румынской границы всего несколько десятков метров. Желающих незаконно подзаработать, пограничники ловят регулярно. В Румынии контрабандисты в основном доставляют сигареты. При этом ведут себя агрессивно, рассказывают пограничники. Нередко, чтобы остановить дельцов, приходится использовать оружие. Но и это не всегда помогает. Справиться с контрабандой отныне пограничникам будут помогать нацгвардейцы. Их два десятка. Отдельная горно-патрульная рота нацгвардии в Селятин прибыла из Ивано-Франковска. С собой привезли квадроциклы, чтобы патрулировать было легче. И даже снегоход. Данный снегоход залучается щоденно на службу. Щоденно выезжаем, мы его залучаем щоденно. Швидкость руха он развивает достаточно. Скажем так, 80 километров за год. Это больше, чем достаточно в герской местности. Работают вместе, отдыхают тоже все. Военные успели уже и подружиться. Постойно что-то трапляется. Постойно. Специфичный отдел. Если есть какой-то случай или нет информации, что может что-то трапиться, высуивается жопа, резерв. Пограничники такой подмогой довольны. Рассказывают о первых результатах совместного патрулирования. Затемление сделано с настанием сутенков. Правопорушники вдались до втечи, залишивши близко 12 ящиков цигарок, тетюновых выработок. На данный момент продолжает оперативный пошук осіб, причетных до противоправной деятельности. Помогать пограничникам нацгвардейцы будут постоянно. Каждая рота будет проходить ротацию. Их периодически будут менять. Ольга Теребинская, Ольга Поломарюк, Игорь Игорь. Подробности телеканал Интер, Черновицкая область. Целые склады с оружием, в том числе гранатометами, обнаружили в Днепропетровской и Винницкой областях. Арсеналы хранили местные жители, сообщили в нацполиции, в Винницкой области, прямо в доме. Там изъяли 6 гранатометов, РПГ-26, корпусы гранат и запалы к ним, 600 граммов взрывчатки, сигнальные пистолеты и 2000 патронов разного калибра. В Днепропетровской области оружие нашли в гараже. Там обнаружили ручной пулемет Калашникова, 3 гранатомета, 13 корпусов, гранат, пистолеты и 1000 патронов. Открыто уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы. Должность раздором. Немецкие социал-демократы разругались из-за кресла. Министра иностранных дел в новом правительстве. Почему Мартин Шульц отказался от поста и кто станет новым главным дипломатом Германии, знает Татьяна Лагунова. Министерство иностранных дел Германии. За главное кресло в этом ведомстве разгорелась нешуточная борьба с интригами и грязными методами. Борьба, которая уже похоронила политическую карьеру Мартина Шульца и серьезно подпортила репутацию Зигмара Габриэля. Шульц и Габриэль были не просто соратниками по партии, они близко дружили. Пока не выяснилось, что оба не прочь занять один и тот же пост. После того, как христианские демократы и эздеки одобрили коалиционный договор, Шульцу решили отдать портфель главного дипломата страны. Министр действующий Габриэль обиделся. Публично упрекнул партию в неблагодарности, отменил ряд поездок, а потом снова внес их в свой график. Это неверно, что министр отменил все свои визиты и встречи. Просто о некоторых мы сообщаем непосредственно перед их началом. Так я могу подтвердить, что на следующей неделе министр примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Габриэля поддержали и другие авторитетные социал-демократы. И теперь на партию обиделся уже Шульц. Он распространил заявление, в котором отказался от всех постов в новом правительстве, чтобы грязня в партии не повлияла на решение рядовых членов СДПГ, которые еще должны одобрить коалиционный договор. Решение Мартина Шульца отказаться от должности, чтобы не ставить под угрозу голосование членов партии, это решение великого человека. Оно заслуживает уважения. Я знаю, что оно далось ему непросто. Чем теперь будет заниматься Мартин Шульц, непонятно. Ради министерского кресла он ушел с поста главы партии. Останется ли главным дипломатом Габриэль, тоже вопрос. Не исключено, что СДК решат отдать это кресло политику, который не участвовал в публичной грызне. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Бельгийский суд над главным парижским террористом примет свое решение не ранее апреля. Об этом пишет французское издание «Ля Дипеш». Напомню, процесс над 28-летним Салахом Абдесламом начался в понедельник. Его обвиняют в организации терактов в Париже. В 2015 году тогда погибло 162 человека. И в подготовке терактов в Бельгии. Ранее на заседание в суд его доставляли вертолетом из французской тюрьмы за организацию парижских терактов. Он предстанет перед судом Франции не ранее 2020 года. 26 миллионов евро за жизнь дочери заплатил злоумышленник за умышленником инкассатор в Швейцарии. Девушку взяли в заложники, а потом потребовали у отца деньги. Как инкассатор в стране банков отдал все, что перевозил, расскажет Елена Абрамович. Это случилось вечером в 7.45. Вооруженные инкассаторы ехали в своей бронированной машине по трассе в сторону Лозанны на юго-западе Швейцарии. Потом свернули в близлежащий поселок и остановились на парковке. Там их поджидали трое вооруженных мужчин, которые завладели тем, что было в фургоне, и сбежали в большом Порше. Инкассаторы согласились отдать деньги, потому что грабители держали в заложниках на территории Франции дочь одного из них. Молодую женщину удерживали силой в ее же доме, в Лионе. Зашли в помещение, выдавая себя за сантехника. После завладения деньгами, в сумме около 26 миллионов евро, заложницу отпустили. Помощей предоставили местные власти. Мы тесно сотрудничаем с французскими следователями, чтобы найти людей, которые стоят за этим ограблением и захватом заложников. Но уже можно сказать, что мы имеем дело с чрезвычайно организованной бандой, которая подготовила и спланировала нападение. И следователи учитывают это. В операции поиска преступников задеяны 12 патрульных машин швейцарской полиции. Ищут также свидетелей. Бандиты были одеты в черное, говорили по-французски с акцентом жителей Юго-Франции либо Северной Африки. Елена Абрамович, Иван Ермаков, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира минувшего года по версии Всемирной боксерской организации WBO. В 2017 году он одержал три досрочные победы над своими соперниками. После чего и был признан лучшим в своем весе. Сегодня он встретился с фанатами и журналистами, чтобы ответить на вопросы о его карьере и будущих боях. По словам боксера, в мае он может выйти на ринг с венесуэльским спортсменом Порселли Наресом. Но контракт пока не подписан. Как только все будет согласовано, Ломаченко будет готовиться к поединку. Я думаю, что процентов 90 это будет Ленарес. 12 мая у нее на большой арене. Очень сильный соперник. Он чемпион мира по WBA. В следующей весовой категории 61 килограмм. Быстрый, серийный. Боец топ-уровня. Как раз тот скальп, который мне нужен. Есть мотивация быть лучшим. Есть мотивация оставить свой след в истории бокса. В Славянске возродили всеукраинский турнир по плаванию среди детей с ограниченными возможностями. До начала боевых действий состязания проходили в Донецке. Последние в феврале 2014-го. Тогда они имели статус международных. Где и как теперь будут соревноваться спортсмены об этом далее. Физкультурно-оздоровительный комплекс Славянска. После 4-х летнего перерыва здесь собрались команды пловцов из 9 областей Украины. Около 120 участников возрастом до 17 лет. Тут крайне важно детям дать тот стимул, чтобы они дальше занимались спортом. Я считаю, что профессиональный спорт должен в первую очередь базироваться на детском-юношеском спорте. Возродить соревнования помогла доктор медицинских наук и народный депутат Татьяна Бахтеева. Она отложила все дела в Киеве и приехала на турнир поддержать детей. Это прекрасно. Это укрепление здоровья. Мне уже приятно еще раз отметить, как врачу, что здоровье – это, конечно же, занятие спортом. Настолько прекрасные, настолько внимательные, добрые. Хочется пожелать, чтобы победителей сегодня не было. Чтобы каждый из них сделал тот рекорд, который он планировал. И обязательно это получилось. В турнире участвуют дети с проблемами слуха, зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для участников эти соревнования – шанс не только поверить в себя, но и получить спортивную категорию. Только по нашему турниру лучше выбираются. Мы имеем право присвоить звание кандидата в мастера спорта. 13-летняя Анастасия Мельникова из Харькова стометровку вольным стилем преодолела почти за 34 секунды. Девочка – бронзовая призерка чемпионата Украины среди детей с ограниченными возможностями. Хотела бы отримать кандидата, но мне не хватило несколько секунд. 34-67, а отримать 34. А вот тренер Настя уверен – домой они поедут с наградой. Завтра у нее еще несколько заплывов. Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, правильно? Таким мы всегда стремимся вперед. После турнира Татьяна Бахтеева посетила легендарную семью пара олимпийцев. Чемпиона в мира по бальным танцам Снежану и Владимира Керничных. Их связывает давняя дружба. Татьяна Дмитриевна, как наша крестная мама. Мы так рады, что вы приехали к нам. Спасибо. Вообще очень-очень рады. Спасибо. Мы звонимся постоянно. Я думаю, что мы уже так сердцами соединились. Конечно. В одну-в одну семью. В марте Владимир и Снежана будут отстаивать честь Украины на чемпионате Европы по бальным танцам в Голландии. Татьяна Бахтеева пообещала собрать целую группу поддержки, которая будет болеть за эту пару. Андрей Кровец. Подробности. Телеканал Интер. Спорт спасет мир. Лидер Северной Кореи зовет в гости президента Южной. На Олимпиаде в Пхенчхане родная сестра Ким Чен Ына передала письмо и устное приглашение Мун Джей Ину. В послании северокорейский лидер предложил как можно скорее провести в Пхеньяне двусторонний саммит. Дипломатическому прорыву в отношении между странами способствует участие спортсменов из КНДР в Олимпийских играх. На церемонии открытия команды из двух стран вышли под флагом Единой Кореи. Какой необычный рекорд был поставлен на Олимпийских играх? Почему у берегов Калифорнии засветился океан? И зачем звезда секретных материалов снялась на фото в чем мать родила? Об этом и не только в нашем обзоре. Открытие Олимпиады в Южной Корее ознаменовалось рекордом Гиннеса. Во время шоу в небо одновременно поднялись 1218 квадрокоптеров. Больше чем когда-либо. Двигаясь синхронно, они сначала образовали в небе огромный силуэт сноубордиста, а затем выстроились в главный символ Олимпиады – фигуру из пяти Олимпийских колец. Предыдущие рекордсмены два года назад в Германии использовали всего 500 дронов. В МС Индонезии задержали рыбовецкое судно с тонной метамфетамина на борту. Наркотик пытались перевезти в мешках для риса. По словам военных, изначально на судне, следовавшем из Сингапура, находилось до трех тонн метамфетамина. Однако, заведев береговую охрану, преступники сбросили две тонны наркотического гроза в море. Кортеж Трюдо попал в аварию в Калифорнии. Водитель автомобиля марки Тойота столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину канадского премьера, когда тот возвращался из президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Симивелле, где выступал с речью. Пассажиров Тойота, женщину и сына и водителя мотоцикла госпитализировали. Сам Трюдо в результате происшествия не пострадал. Звезда секретных материалов Джиллиан Андерсон опубликовала в Инстаграм фото, на которых позирует полностью обнаженной. Так, 49-летняя актриса поддержала кампанию «Люди за этическое обращение с животными», последовав, к примеру, Памела Андерсон и Наоми Кэмпбелл. Подпись под дню снимками «Джиллиан» гласит «Я лучше буду ходить голой, чем носить мех». Анжелина Джилли станет лицом мартовского выпуска журнала «Эль». Вместе с актрисой в фотосессии приняли участие две ее дочери – Шайла и Вивьен. На одно фото дети смотрят в окно, развернувшись спиной камеры, пока мама занята бумагами. На другом семья веселится на кровати, закутавшись в одеяло. Кроме того, Джилли дала интервью, в котором рассказала, что учит своих дочерей полагаться в жизни на свой ум, а не на красоту. Удивительное зрелище зафиксировали у побережья Калифорнии. Ночной океан засветился ярким голубым светом, главным образом возле берега на отмелях. По мнению экспертов, все произошло из-за океанического фитопланктона, который обладает светящимся эффектом. В последнее время, благодаря тихой погоде, планктон стал размножаться столь быстро, что это создало уникальное явление. НАСА отказалась от помощи Falcon Heavy из-за конкуренции. Об этом изданию The Hill рассказала экс-заместитель директора НАСА Лори Гарвер. Илон Маск предложил НАСА бесплатно перевести любой груз на орбиту во время первого запуска Falcon Heavy. Получил отказ. В НАСА разрабатывают свою версию супермощной ракеты-носителя. Правда, стоить она будет около миллиарда долларов. В 10 раз дороже, чем у Маска. В сети опубликовали видео искусно играющего в стаканчике кота. Ролик разместил его хозяин. Кот безошибочно отгадывает, под какими стаканчиками находится предмет. Сколько животное для этого тренировалось, неизвестно. За день видеоролик с котом-наперсточником собрал 10 тысяч лайков. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok